На КПП сказал, что остановитесь не там, где грузовики, а где легковые машины. Так вот не пускают нас обратно в Краснодар. Все на паром стоят, на регистрацию точнее. Вот Херсонская область. У нас забрали паспорта. Ну и так, наконец-то настал момент. Посмотрели, нашли на Авито буровую установку в Крыму. Сейчас вот поедем, посмотрим ее. И будем принимать уже варианты, устанавливать ее, покупать или нет. Вот собираемся, выезжаем. Думаю, часов за 6 доберемся. Конечная цель нашего поездки всего Новозбруевка. Это, получается, в Крыму под Симферополем. Вот начали свою поездку. На улице дождь идет. Я там, по прогнозу, в Крыму вроде нормальная солнечная погода. Ну вот сейчас подъезжаем к Крымскому мосту уже. Возможно, будет досмотр. Сейчас же у насточили там просмотр требования после взрыва. Сейчас посмотрим. Показывает пока по навигатору, что там пробка. Багаж, ну там конисы с маслом и все в основном. Досмотр. Вот, остановили. Досмотр сейчас проверяют. Кузов решили проверить. Все-таки в УАЗе грузовая же, как машина полгрузовая. И он там еще дальше стоят тоже. Скорее всего, тоже будут еще смотреть. Вот документы сейчас просмотрели. Что тут, ручной досмотр, да, у тебя? Ручной досмотр. Ну что там? А вон женщина осматривает двигатель даже что-то там. Вон ходит. Ну он ходит, осматривает металлоискателем. Все как бы. Поэтому все. Вот досмотр. Вон они досматривают. Сейчас следующая машина пойдет досматривать. Прошел досмотр сейчас здесь. Сейчас машину там подзадержали. Сейчас ее более досматривать будет досконально. А пассажиры пока это пустили уже. Сейчас меня сейчас жду пока машину пропустят. Ну я представляю, что тут летом будет какая пробка. Ну и вот мы видим Азовское море. Сейчас посмотрим поближе. В общем такая ситуация случилась. Бензин у нас заканчивается. Нету заправок здесь от Керчи как поехали. Здесь что-то не заправились там на выезде перед Крымским мостом. И все, и бензина не хватает. Вот сейчас тут машина уже глохнуть начинает. А до заправки осталось буквально тут 10 километров. Походу придется с канистры идти пешком и заправлять. Вот ближайшая. Блин, ближайшая заправка. Блин, вот она. Маковская журавли, журавки. Вот так потихонечку, потихонечку в горку. Еще до поворота там заправка будет уже. А вот у меня показывают. 8 километров еще. У меня вообще 10 и 6. Нет, 10 и 6 это до поворота 8. А там можно пешком дойти уже. Все, все? Ты свет выключи. Он бензин тоже, наверное, из-за света тоже. Все. Свет вырубай. Сайс. Да не, он уже. Надо ехать. Пловить машину. Все что? Все, застряли здесь. На трассе. Бензина нету. В горку тем более. Да не, садись, свет вырубчать надо. Надо ехать на заправку, поварить машину. Надо ловить машину и ехать. Ну, можем пешком стоить. Пешком 8 километров. Ну, а в обратной попутке. А как ты это? Зачем? Что зальешь? Канистры нет. Что, канистры там нет? Десятка. Ну, у нас вот просто под водой. Воду вылетели, злить ее. Пошел, вот канистру беру. Пошел за бензином сейчас. Что делать-то? Выливают. Стаски. Тут идти-то полтора часа всего. Два. Силы. Может кто-нибудь остановится еще? Подбросит может кто-нибудь? Вот так вот встали прям посреди дороги. Я пошел за канистры до бензина сейчас до заправки. Хотя бы залиться, доехать до ближайшей потом хоть. Литров 10 заплеснуть. А тут кого идти-то километров 8, может, часа полтора сейчас. Быстренько. Сгонять. Пока не стемнело еще. Блин, постоял, поголосовал. Никто на трассе не останавливается. Все проезжают вообще. Либо кто-нибудь остановился один. Затяноты успеть. Уже темнеет сильно. Быстрее. Вообще темы нифига не видно. Темнота. Ну ладно, заправочка. Главное, чтобы работало. Но вроде вывеска есть. Здесь работает. 92-й есть. А, заправка. У тебя будет опять залиться. Добрались все-таки до заправки. Я там канистру принес. Мужики подвезли с канистрой. И все. Пригнали вот сюда, уазик. Уже на заправку. Зальемся, плеснемся до Симферополя. Уже заправка, конечно, вообще тут. Еще 80-й даже есть бензин. А и 80. Приехали в гостиницу. Сейчас ночуем до завтра. А завтра уже поедем в Буровую смотреть уже. Кстати, уже не спеваем. Уже поздно уже. Гостиница здесь. А, полка видно. Отель Марсель. Ресторан, отель. Мы над гостиницей ночевали. Сегодня здесь. Поедем за Буровой. Буровую смотреть поедем. Уже. Просто офигеваю. От этих цены бензин, которые здесь цены. А вот такие цены на топливо в Крыму. Самое, что еще удивительное, что вот взял Pepsi. Главное, в Краснодаре же уже ее нету, практически не привозят. А здесь вот она на иностранном языке, то есть на немецком. Походу, оригинал. То есть, вот не видите, откуда они тут привозят ее, продают еще. Уродивей уже нету нигде. Не поставляют же. Оригинальная баночка. Ну, нифига, смотри, здание прям заброшенное, типа школа, да, или что-то. Сад или школа какая-то заброшенная. Вот приехали за Буровойся смотреть домик, деревня, здесь буровушка. Так, ну вот она, чудо техники. Ну вот, вежливо, инженерки использовали, как бы, значит, да, его можно оборачивать, по сути. А только установку до штанги это не продаете, да, эти? Не, ну. А, к нему обращаться. 15 метров есть штанги и колонковая 127-я. Но, где они лежат, я не знаю. Просто, если вы будете брать, мы можем вам их потом деловыми линиями просто отправить в Краснодар, ну, за наш счет. А сколько, на 15 метров, да, штанги, штанги, да? Да, он говорил, там, по-моему, метровые штанги и какие-то еще. Она тоже будет на продажу. А там она мощнее или как? Да. Она мощнее. Она тоже, да, такая же, в размере, нет? Нет, она, по-моему, побольше. Она у нас стояла на Исус-Вельф. Вот, посмотрели сейчас буровушку. Будем думать сегодня еще до вечера. Если погода такая, дождь, то, что идет, надо, если брать даже и устанавливать, это надо, чтобы дождя не было. Потому что краном грузить же надо будет ее в кузов. Ну, что ж, сегодня вот второй день ночевать будем. Нашли самое дешевое место. Это вот турбаза. Орлиный какой-то приют. Приют детская турбаза. Турбаза. Что-нибудь, заночуем здесь. Завтра уже, это, то есть мы решим вопрос буровой, да. Детская туристическая база. Городская гостиница без звезд. Во. Даже убежище, написано убежище. Вот такой вот номер. Сардеповский. Еще это какой-то центр, типа база турбаза, да, это? Турбаза. Орлиный приют или прием. Вот такой сардеповский номер. Я вот думал, короче, что вот этот телевизор сначала. Это казалось картинно. В общем, у нас забрали паспорта при заселении. Странная система какая-то по идее, что при заселении, короче, забираются паспорта и потом там заносится в какую-то базу, какой-то ФСН, что-то в хорео вставят, что-то забудут куда-то, а потом отдаются уже, ну, старт. Кажется, с таким сталкиваются. Туалеты. Ха-ха-ха. Ха-ха. Старящие туалеты. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Пожалуйста, соблюдайте тишину. Шуметь нельзя. Прощаемся мы с этим детским туристической базой с этой. Сегодня едем, сейчас рано искать. Сейчас едем на Уазбруевку опять, там будем подготавливать, ждать манипулятор, погрузку, на буровую будем грузить на УАЗик уже. Субтитры подогнал «Симон». Так, все освободили сейчас кузов. Ждем манипулятор, сейчас должен подъехать. Буду начинать подгрузку. Заехал. Там не получилось поставить, во дворе сейчас выгнали. На улице сейчас попробуем. Там места мало, не хватает. Тут я ровно вроде поставил, но вниз немножко, но можно туда, там горка все равно. Стоп, 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 подожди, подожди, пихай куда, туда стрелой надо уже. Там стрелой уже. Во! Так, ну вот все, почти вставили. Сейчас доски подложим, чтобы вытащить стропы. Тут чуть-чуть торчать будет, но потом сдвинем, обрежем, чтобы поменьше расстояние было. Надо подгонять чуть-чуть, обрезать вот тут. Вот так, на 300 сантиметров надо срезать здесь. Потому что она на профи стояла. Профи там длиннее кузов. Ау, все тут что, даже не просел даже нифига. Рессора даже чуть-чуть только ушла. Чего он тут свисает, фигня. Все нормально. Все собрано, пора в путь, дорогу до Краснодара. Выезжать. Наживили ее там, накрутили на передние болты, чтобы она... Но она уже никуда не съедет, эта установка. Можно выезжать. Так вот, не пускают нас обратно в Краснодар на мосту. Говорят, что грузовая, езжайте на паром. Вчера тоже вечером приехали, развернули. Сравно, суда пропустили, главное, обратно не это, не пропускают. Хотя на сайте Минтранса написано, что свыше полутора тонн только не пропускать. У нас меньше полутора тонн. Что за ерунда, вообще не понятно. Вот стоим сейчас на посту, ждем дальнейшие действия. На пароме там тоже жесть полная, ехать туда там. Очередь. Уже день-два стоять. Там все, что-то как-то все трудно, тяжело. Я вам говорю, покажите документы, постановления, они ничего не показывают. Как так вообще можно, как работать можно вообще. С той стороны запустили, отсюда не упускаются. Вообще непонятная система. Вот вторые сутки уже. Вот уже люди по двое суток стоят уже здесь. Что за вообще непонятная система какая-то. Такие ряды машин. Ну, приехали сейчас на паром. Здесь сначала вообще надо регистрацию пройти еще. Еще стоять вон, отстойник, вон скульпуры стоят здесь. Не знаю, на сколько мы тут стоять будем еще. Система какая-то непонятная. Сначала проходишь регистрацию, потом только на погрузку надо ехать. То есть регистрация в одном краю города, погрузка в другом. То есть их всех бред помнить. Представь сколько машин. Вот второй ряд только стоит. Вон буханка стоит, видишь она. Сколько машин. Все на паром стоят. На регистрацию точнее. А потом еще на паром стоят. Вот нифига уазик смотри, весь бежит. Облезывает. Весь уазик облезывает и бежит. Можно через Мариуполь же сократить. Побыстрее. Побыстрее, да. Не 1200, а 800 всего показа. А здесь будем стоять, получается, 3-4 дня. Вот на паром. Еще не факт, что пустят на паром. Там, говорят, продукты только перевозят. И еще что-то какие-то. Типа инструменты вроде как. Или запчасти. Как это не могут пустить? А как это будет переправляться? Как? Через Мариуполь, как. Сказали, через Мариуполь. Видеофуры все идут через Мариуполь многие. Потому что долго стоять. Поэтому вот сейчас надо решать вопрос. Через Мариуполь. Все таки решили мы поехать через Мариуполь. Через новые субъекты Российской Федерации. Краснодар. Потому что там, считай, паромы там неизвестно, когда дождаться. Там уж неделю, 3-6 дней, говорят, ждать придется, возможно. Там где-то ночевать в машине придется. В мост тоже нас не пустили. Поэтому мы решили, короче, поехать по объездной. По новым субъектам. Ну вот там у знакомого спросили у одного. Они там сейчас работают как раз в Мариуполе. Делают изыскания инженерные. И он говорит, там нормальная дорога, говорит. Все, проезды, говорит. Заправки есть. Все сейчас там устанавливается. Поэтому, думаю, сегодня, наверное, за сутки проедем. Как раз круг сделаем. В Ростове выйдем. А там на Краснодарство. Вот сейчас на границе проходим. Ну какая? Это не граница. Это, считаю, просто как хост. Хост просто. По первой дороге едем. Поехали. Дорога тут, конечно, жесть вообще. А вот Херсонская область. Покажу вам. А вот еще пост какой-то, да? Это, наверное, старый был, скорее всего. Это смотровой. А может сейчас у нас валька лучше пойдет? Вот Херсонская. Костеница, смотри, старая. О, это куда залезло. Это все брошенное, видишь? Вон машина, смотри, перевернутая. А, блин, нифига дорога здесь. Ну вот Пелитополь, 90, Зарьков, Запорож. Ну вот уже подъезжаем к Вариуполью. Вдоль моря Азовского едем. Там вот Азовское море. Здесь вода встанет. На жилет дорога, наверное. Вот. Покажите, Jonas жилет дорогу. Вот. Это была, по-моему, станция какая-то. На одном встане, наверное. Вкор Rat. Их. Вот. Это был, по-моему, станция какая-то. Такое ощущение, что они как будто ездят, как будто в север никого нету, как мёртвый город всём тут. Да, наверное, набрал поливный перекрёсток. Ну вот, теперь стоим уже на выезде в Таганрог, Ростовская область. Вечером, ночью, поздно уже выезд, финальная часть выезда. Даже как-то не по себе было, когда ехали вчера через Мариуполь, все здания эти разрушенные, это всё это вообще как мёртвый город какой-то, вымерший. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова